Мы едем в Швейцарию. Верхнюю Швейцарию. Проезжаем, как обычно, легко и просто без вопросов. Альтер Рейн. Старый Рейн у нас тут протекает. Видим? А, вон там, вон там, вон там, маленький, узенький. Ой, нет, здесь что-то проверяют, спрашивают. Итак, проехали мы границу. Привет. Для начала все хорошо. Это просто, что спрашивали у водителей грузовиков. Не знаю, возможно, кого-то досматривают. Но все, легковые проезжают. Просто он таможенник головой кивает. И все, спокойно проехали. Ничего абсолютно не спрашивали. Цены на бензин сразу атомные. 139 центов, да, получается, за литр дизеля, дизельного топлива. Это, конечно, ого-го. В общем, едем мы смотреть Швейцарию, подегустировать шоколад. В Австрии, к примеру, мы заправлялись за 98 центов, а в Германии за 102 цента. То есть разница очевидная, и она очень большая. В Лихтенштейне, кстати, тоже очень дорогое топливо, и там дизель дороже, чем бензин. Одна из площадей города Санкт-Гален, Швейцария. Швейцарские часы, швейцарское качество. Цены указаны в швейцарских франках, но они практически один к одному к евро, поэтому 15400. Элитные часы. Класс. Супер. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь такие. Именно вокруг этого кафедрального собора и выстроился весь город изначально. Красивое здание. Вон там, смотрите, рисунки. Редактор субтитров А.Семкин Здесь внизу располагается зал, то есть это все открывается, это крыша в этом зале. Мы находимся в одном из 26 швейцарских кантонов Санкт-Гален в одноименном городе Санкт-Гален, в одноименной церкви Санкт-Гален, вокруг которой и выстроился город. Ой, куда-то мы сейчас поедем. На Мюль-Экбан. Ну, поехали. Вы точно поехали. Ой, поехали. Ну, и мы отражаемся. Приехали. Такая штука тут тянет. Вот так. И мы наверху. Скутер на балконе. Сразу с балкона выезд на дорожку и вперед. Так интересно. Получается, вот мы сейчас наверху. Здесь бы мы поднимались пешком, если бы не ехали по железной дороге, скажем так. Интересно, домики вниз идут такие многоуровневые. Люди живут. Но в нашей поездке никуда без красоты. Смотрите, какой водопад. Ой, вообще, не могу, не могу. Настолько красиво. Я очень люблю воду на самом деле. Надеюсь, меня будет слышно. Здесь шумит вода. Еще один дом, которого мы такого никогда не видели. Во-первых, он у воды. Во-вторых, к нему ведет вот такой мостик. В-третьих, сам дом находится под мостом. Здесь на верхнем этаже у людей терраса. Сейчас я немножко поднимусь. Покажу вам. Смотрите. Вон там наверху у них под мостом стоит стол, гриль. То есть машины, грубо говоря, по голове ездят. Люди грилят, отдыхают. Интересно. В банкомате 50 швейцарских франков. Курс почти один к одному, там без каких-то центов. И у них вертикальные купюры. Такие яркие. Вот знаете, что бывает, когда паркуешь машину в неправильном месте? Ее просто закатывают под ковролин. На карте показана вот достаточно большая зона, покрыта этим красным материалом. Ну, типа резины, знаете, как на детских площадках. Прогуляемся сейчас, посмотрим. Что это и почему оно красное? Здесь парковки, кстати, обозначены вот машинками такими. Ну, там еще одно место. Макус, за ручку. Пошли. За ручку. Дима сказал, что это пельмешки. Муж сказал, что это конфетки с арахисом внутри, в глазури. А что вы думаете? Еще смотрите здесь. Ваа. Ядовитые химикаты распыляются. Будем сейчас пробовать, не опасно ли это для жизни. Может, это веселящий газ. Классно. Здорово. Охлаждение такое в жаркие дни. Здесь же ваза покрыта. Часть детской площадки. И лестница. И вверх туда. А с другой стороны, парковка для машин подземная тоже была покрыта. И это только недавно делают, потому что вон там еще не закончили работу. И лавочки там тоже будут. Еще делается. Я ни в одном городе не видела столько мужчин, одетых в рубашки. Просто каждый, наверное, второй мужчина идет, одет обязательно в рубашку, в костюм, в рючке. Хочется экономный вариант швейцарских часов. Час. Так, сейчас мы сфокусируемся. Ну ладно, проще будет вот так. Вот такой вариант швейцарских часиков. Стоит 12,95. Магнитик. 7 евро. И шарики. Шарики наши, любимые шарики. Здесь с коровкой. Снежные шарики. Мы обязательно себе такой возьмем. 4,95. Для шариков довольно недорого. Но здесь постамент пластиковый. В общем, сувенирные ряды. Швейцарский шоколад известен на весь мир. Покажу вам ассортимент и цены. В первом попавшемся роддомном магазине. Цены, естественно, в швейцарских франках. Но евро один к одному можно смотреть. Это за 100 грамм шоколад с орехами. Интересно, конечно. Ассортимент вообще другой совершенно, чем, допустим, у нас в Германии. Что касаемо шоколада, сладостей. Турист в шоколад. Разные, разные, разные. Все очень красиво. Мы зашли не в дешевый магазин, не в дисконт. Ну, такой приличный магазин. Можно взять по 3 шоколадки. Это выйдет немножко дешевле, чем брать, допустим, отдельно. Вот на 30 центов. К примеру, удобно, если везти домой. Какие-то сувениры, подарки. Я не буду вам прям все снимать. Покажу просто часть. Ну, понятно. Классический M&M's. И вот больше каких-то необычных продуктов. Здесь тоже, смотрите, этой же фирмы. Frey. Здесь покажу. Очень много разной продукции. Вообще всего. Видите, здесь даже такой сувенирный. От конфеты, шоколад, какие-то печенья, вафли, сладости. Все такое интересное, все хочется. Но цены такие, кусачие, я вам скажу. Балкончики. Класс, класс, класс. Все разные. С разными рисунками, формами. Есть с надписями. Если вдруг кого-то интересуют цены на недвижимость в Швейцарии, пожалуйста, пожалуйста. Цены указаны справа внизу. CHP. То есть это швейцарский фунт. Фунт. Франк. Швейцарский, конечно же, 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 франк. Продолжение следует...